Здравствуйте, мистер Вячеслав Байрамов, Хиггл, Division of Life Sciences, Our Ministry of Education of Science, Russian Federation. Please, Dr. Байрамов. Уважаемые господи, участники семинара, друзья, господи, позвольте мне по поручению вам университетского образования Тануки приветствовать вас и пожелать семинару благотворной деятельности. Наверное, вы все заметили, что в последние годы все-таки меняется отношение к такому направлению, в котором мы с вами работаем, к направлению наука жизни. И уже высшие политические государственные вопросства все чаще употребляли слова биотехнология, фармацевтика, нано-биотехнологии. Я думаю, как-то изменяется отношение к этому приоритету. И это выражается вот в той интенсивности работы по этому направлению, которую можно отметить даже за первые полугодия 2011 года. В апреле состоялось заседание правительственной комиссии по высоким технологиям инноваций, на котором был рассмотрен вопрос о разработке координационных программ развития биотехнологии в России. Дано очень жесткое, конкретное получение. В июле, в 1 июля, эта программа была представлена правительством. Утверждены 27 технологических платформ, три из которых непосредственно связаны с биотехнологией. Это технологическая платформа медицины будущего, технологическая платформа биоиндустрии, биоресурсы, биотех 20-30, и биоэнергетика. Сельскохозяйственные биотехнологии сейчас, по-моему, тоже выходят на первое место, являются приоритетом. Хотя в России так получилось, что в предыдущие годы больше отдавалось предпочтение все-таки биофармацевтики. Но теперь сельское хозяйство, наверное, должно показать, что уже такой штамп, наверное, у нас, и привычка вошла, что биотехнология проникает в большие сферы. И медицинное, и сельское хозяйство, и промышленное, и другие, и оказывает реальное влияние на социальный уровень жизни. И, кроме всего прочего, биотехнология – это действительно карточка государства. Если страна владеет технологиями соответствующего профиля, то и она не является страной третьего мира, наверное, а является страной другого, более высокого уровня. Я думаю, премьер-ли, как минимум. И вы знаете, в последнее там, он в Волгограде выступал в президенте, он премьер-министр Путина, он самунировал задачу, что в течение ближайших десяти лет Россия как минимум должна стать пятой экономикой мира. С этой целью должна быть проведена организация, с этой целью максимально включение все механизмы использования того сектора экономики, который мы с вами представляем, того сектора науки, и усилия огромных прилагается к тому, чтобы изменить положение. Сегодня семинар у нас 10 часов открылся по сельскохозяйственной и юристу науки. В 11 часов в министерстве проводится заседание научного совета по международной программе РТО, человека, в котором Россия является одной из четырех государств-учредителей этого управления. В 14 часов в государственной думе пройдется заседание круглого стола по проблемам генетических ресурсов. Недяки назад был принят закон о генетических ресурсах растений, подготовлен закон о биомедицинских технологиях, который будет стимулировать развитие клеточных технологий. То есть самым широким фронтом в России сейчас развиваются все направления биотехнологий и только одна зависит, насколько они будут успешно реализованы. В работе министерства биотехнологии реабилитетное направление живой системы является летучим. Даже в самый репорт в годы кризиса, восьмом, девятых годах, когда финансирование государственной программы исследования и разработки, наша основная программа, было уменьшено на 73% в сумме. Приоритетное направление живой системы и финансирование по этому управлению было даже увеличено. Вот такое отношение к этому направлению. Вместе с тем, Россия, конечно, хотя является, по моему мнению, самым достаточным в сфере развития научных исследований, использование мирового опыта, только облогатив, сократить время реализации проекта и ресурсов, которые мы, может быть, сейчас в непонной мере можем использовать. Поэтому образование международных, выполнение работ международных самым собственным является важным приоритетом. Открывающий семейный деминар является и хорошим примером работы, которая для них учитель специалистов правных стран. Россия всегда готова сотрудничать, но сотрудничать на совершенно равноправных условиях. Долгие годы, и, может, сейчас еще это не закончилось, самые успешные разработки России, причем, к сожалению, осваивались или коммерциализовывались назад. Это многие устраивали. Но теперь отношения к этому будут меняться. То, что создается в России, в первую очередь будет реализовываться именно здесь, и потом, в случае заинтересованности на равноправных условиях, эти проекты будут реализовываться и в других странах. Ну, и третьем мере, в том числе. Ну, еще хотел бы не сказать, что все-таки Россия входит в число стран ГРИКС, страны, в союзе, развивающиеся. Темпами развивающейся экономики это страны Китая, Бразилия, Индия и Россия. И к этому квартиру присоединилась в последний год Южная Африка. По-моему, представители этой страны будут участвовать в работе семинара и поделиться своими, значит, опытом, знаниями и проблемами, которые у них существуют. Международный проект «Меховед», в рамках которого проводится этот семинар, поставил свои задачи создание новых подходов, которые снижают риски контаминации сельскохозяйственной продукции по всей цепочке, по всей технической цепочке, по выращиванию, хранению, до переработки. Проблемы чрезвычайно авторные. Можно сказать, что до трети собранного зерна ведут кондаминации и заражения этими глибами. Может быть, не знана, не пригодна для питания. Может вызывать заболевание. Поэтому знание механизмов, тонких механизмов, молекулярных, агротехнических приемов, которые позволят исключить эту проблему или хотя бы снизить риск контаминации, будет реальным вкладом в реальный механизм. Еще раз от лица от руководства, попрощение руководства министерства, желаю, качать, что принесли нам успешной работы, водоотворной работы и реальных результатов по выполнению этого проекта. Поздравляю. От имени президиума Российской академии гражданской академии сельскохозяйственных наук, которые я представляю, а также по просьбе президента Российской академии сельскохозяйственных наук академика Арманенко и вице-президента Российской академии наук академика Григорьева приветствовать вас здесь, в Москве, в этом зале и пожелать блестящих успехов в нашей очень важной собрании. Проблема безопасности пищи – это проблема, которую нельзя разделить. Первая, вторая, третья – мир един. И микромир – это нам доказывают очень часто. Недавно сейчас проблема в Ишелье и Коля, которая затронула уже 12 стран, пришла из Европы. Какие-то проблемы связаны с безопасностью пищи идут из Соединенных Штатов Америки, из Американского региона, какие-то проблемы из Африки и так далее, и так далее, и так далее. Мир един, поэтому я не могу согласиться с делением, что третий мир, второй мир, первый мир. И как раз проблема вегетоксинов, она нас очень-очень объединяет, потому что обеспечение безопасности пищи. Антропогенных факторов она регулируется и находится в центре внимания всегда и везде всех контролирующих органов. А вот проблема природных токсикантов, природных кондоминантов, она значительно большая часть независима от человека, она связана с природными условиями в том или ином регионе. И поэтому здесь объединение усилий ученых, в первую очередь, всех стран является основополагающим. Поэтому, конечно, вот эта седьмая рамочная платформа, она важна для всех ее участников. И я думаю, вот это единение ученых, получение опережающей информации, определение основных путей, предотвращение вот таких глобальных, я не скажу, катастроф, но глобальных проблем, это пример и самого наиболее эффективного того, что практического и чисто практического значения. Поэтому еще раз хотел бы передать от всех академий большой привет и пожелание всем участникам успеха в работе на благо, здоровье народа всех стран. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова I greet everybody who has assembled here in this hall, but my special welcome and greetings to our distinguished guests, Dr. Немён Халин, Dr. Вячеслав Пайранов, and Professor Виктор Тутезян, who spent the precious time и уставил с нас of the symposium. I know this symposium wouldn't be more precise and it was already mentioned. и существуют очень высокие и очень высокие, очень высокие, на разведке, и они более политики. И, с этим генералом, на нашем симпозиуме подъемом, и она,往нову, на еврома, который further emphasizes the importance of the problems that this symposium is going to tackle. My detoxions are of course a universal problem and issue and they're vital for Russian Federation as well. Let me give you one just very simple example. About 100 years ago, Russia was one of the major exportable wheat on the international markets. And these days are gradually coming back. Already today we have accumulated several dozen millions of tons of grain surplus and this amount has a steady tendency to increase. There is no way but to export this surplus of grain. But of course there are a lot of problems associated with organizing these exports and one of the other ones is the contamination of the grain with mycotoxins. And if this problem is not tackled then it could effectively ban the export of this huge amount of Russian grain into international markets. Thus uniting international efforts in detecting, tracing and eliminating mycotoxins from heat is of vital importance, especially for Russia. And we are very happy that the International Consortium of Fikirat is successfully solving and detecting at least some of these problems. Once again, welcome to Moscow. I hope you will for the first time in Russia they will be carrying out capital, traditional Russian hospitality. And I sincerely wish you two days of fruitful and successful work. Congratulations.